Доброе утро, друзья мои, мои подписчики, новенькие мои подписчики. Ой, солнце какое яркое, сегодня воскресенье, вот, ну мы едем на работу. И Коля тоже едет. Кстати, ты что меня отвезешь потом? Думаю, это, ну так, ну так, ну так. Секе уже? Конечно, езжай работать. Лучше пораньше, давай сегодня до 7 оба поработаем. А что? В воскресенье. И что, в ночь на? Ну, хотя бы так же, как в сентябре. По второму. Мерсачкарик стоит. Витюха у бабушки сегодня приедет. Вроде нормально, манту нам сказали, надо сделать в пятницу, поедем манту делать. Мы должны были в эту пятницу поехать. Он не захотел, потому что в пятницу тренировка, а мочить ее потом нельзя. Ну, тренировка в бассейне у него. И он, нет, не поеду и все. И что? Я позвонила, договорилась, чтобы нам сделали вообще эту манту, делают с 9 до пол 11. А я договорилась, чтобы нам ее сделали после 12. После тренировок. Капец. Я говорю, он у меня как этот особенный какой-то. В 7 до пол 11, Витьку можно и перед обедом. Какое яркое солнце. У меня голова болит. Коля меня уговаривает сегодня дома остаться. Я вчера мучилась, болела, страдала. Но никому ничего не говорила, вам сейчас расскажу. Я с Коля вон в шоке будет. У меня, короче, начал болеть зуб. Ему там вообще уже половиночка его осталась. Одни стенки. Он у меня, как сказать, ремонтированный. Его наращивали мне там то, сё. Пломбу ставили, наращивали, нервы удалили. Прошло, наверное, может быть... Гарантию не давали. Полгода, а? Гарантию не давали. Гарантию не давали. Прошло, наверное, полгода. И все, и он у меня отвалился. Я жевала жвачку, и вот это нарощенное у меня все, камень такой прям аж с жвачкой с этой вместе вылетел. И все, но он меня не беспокоил, не беспокоил. А дня два назад он у меня начал болеть. Я хожу, терплю, молчу, никому ничего не говорю. А вчера у меня вообще болеть начали все десна. Чего? Ну, сейчас вот он не болит. Давай потом, ночью, как-нибудь, когда уже терпеть не смогу. А еще раз безбаливающий ничего не пью, но этот... Сейчас вот не болит. А вчера у меня целый день болел весь рот. Вот все десна, небо. Мне кажется, у меня стоматит. Короче, я вчера вообще толком и кушать даже ничего не могла, потому что при попадании какой-то еды в рот у меня начинает щипать все. Вот прям все десна между зубами, все. Ладно. Кое-как, короче, вчерашний день прошел. Вот. Но вчера и торговля была очень хорошая, и мне как бы было совершенно не до своего здоровья. Я на волне рабочей была. Вот. Потом приехала домой, вспомнила, что у Витька, когда ангина была, у него же тоже вот это все во рту болело. И мы купили вот это, которое я еще рекламу-то делала, которому препарату. Вот. И я решила тоже чуть-чуть в рот его себе взять. Как у меня начало сжечь все. Ужас. Представляете, вот такое ощущение, как будто рана вот есть, и на эту рану насыпать соль. Это же очень жгет. Или там зеленка, йода, что там жгет сильно. И у меня весь рот как давай гореть, у меня слюни наполняются этим, полные слюни, рта слюней. Короче, я вчера чуть-чуть офигела. Потом, когда я вот это все, минут пять прошло, я почувствовала реальное облегчение. Прям вот, знаете, когда боль снимается, и так классно мне начало становиться. И все, я потом пошла, легла. Полодина, полдесятого уже было вечера, Коли не было. Я легла, лежала, лежала и заснула. Просыпаюсь в час ночи от того, что меня будет Маруся. Она мяукает, она лезет ко мне к лицу, и меня типа на кухню тянет. Думаю, господи, да что произошло, что случилось? У меня прям первая мысль, вдруг что-то замкнуло, и там этот... У нас уже просто опыт в этом плане есть. Я на кухню за ней не пойму, что она хочет. То ли на улицу, то ли в душ, то ли... А, Маруська на улице осталась. Я так и не поняла, короче, сходила в туалет. Очень страшно, а там тепло. Очень тепло, минус 22. Сходила в туалет и пошла, легла, обратно спать. Она, оказывается, в туалет хотела. Я вчера ей горшок помыла и забыла туда насыпать этих камешков кошачьих. Ну, туалет этот кошачий. Она у меня его просила. А утром просыпаюсь, она в пустой горшок, короче, сходила. Я говорю, моя же ты девочка, моя же ты красавица, моя же ты умница, моя же ты солнышко. Вообще, эту кошку очень люблю. Я тебя люблю. Ритуальные услуги, представьте. Страшно. Мама тоже разговаривала с мамой вчера или позавчера. Она говорит, столько смертей. Там у них в деревне, аж, говорит, страшно становится. Я говорю, старики. Она говорит, ну, типа, нет, мой возраст. Ну, типа, 60-е, 60-е, 50-е годы. Вот люди прям умирают, говорю. Часто много. Так, вот это наша больница. Тут в этой больнице мне аппендицит вырезали. Тут магазин, больница. Да, у меня есть один шрам. Два. Один на коленке, а один на животе. На животе аппендицит, на коленке. Я упала с велосипеда. Я упала с велосипеда и об звездочку на велосипеде. Разорвала себе колено. Мне зашивали. Так это было. Я не знаю, сколько мне было лет, наверное. Одиннадцать. Витюхины вот года. А потом я помню, мне было лет, наверное, так, тринадцать. И это было 30-е марта или 31-е марта. Я как сейчас помню. Последний день, короче, каникул. А до этого днем было тепло. Все таяло, капало, бежало. А на следующий день, короче, мороз резко ударил. Все позамерзало. Я пошла на улицу. Залезла там на забор. У нас там для баранов был загон такой. И высокие такие были заборы. Отец, короче, смастерил. И эти заборы еще шли вот так, короче. Вот так вот эти доски набитые были. Я по этим доскам лазила. Лазила, аж на самый верх залезла. Она сорвалась и упала. Еле я дошла до дома. Боже, какая-то была боль. Но я думала, это просто боль. А на самом деле я сломала ногу. И я просидела еще больше месяца в гипсу дома. Как сейчас помню, мне очень это не нравилось. Мне было скучно. Я не могла нормально передвигаться. Туалет в деревне на улице. Это было ужасно. Ну, ничего страшного. Короче, я приехала на оптовку. Снимать я там не смогу. Потому что я там дама серьезная. Вот. Если я буду ходить с телефоном, они сразу подумают, что я не серьезная. Так что увидимся в магазине уже.